дошли до цифры 100 тысяч подписчиков в фейсбуке да и начали других сетях тоже вот так что слава богу а богу байкера растет развивается сейчас мы надеемся вот сделаем сделаем студию и божьей помощью и сделаем рывок еще один прорыв в развитии значит прорыв в развитии с вашей помощью вот у нас как раз все отлично сейчас собираем деньги на студии вы хотите участвовать в этом прорыве вы можете стать партнерами в оборудовании студии тогда будет ваш вклад в распространение торы прям конкретно если у нас отдельная сборная студия вы будете точно знать что в каждом луче торы есть ваше личное участие хорошо друзья значит мы продолжаем изучать законы раскаяния автор книги который неизвестен он скрыл свое имя он нам значит что сделал нам он написал нам 26 качеств которые человеку необходимы в этом мире как каждом качестве как каждом качестве развиваться и вот он значит автор этой книги эти все 26 качеств выделил я могу сейчас напомнить да если вот кто-то только начало например яков шатагин самого начала но я думаю что он тоже все 20 28 качеств которые святой книги не запомнил потому что не старался запомнить а я постарался запомнить и запомнил и повторяю даже сюда утром повторял после молитвы я обычно после молитвы учу тору и повторяю разные вещи потому что можно учить все время новое а можно повторять то что ты уже знаешь чтобы не забыть и вот какие есть 28 качеств о которых этот автор книги выделил как самые главные которые все эти качества надо в себе отрегулировать первое качество это сегодня у нас сейчас повтор будет первое качество это гава гордость гордость это очень плохое качество которое вообще человеку мешают жизни его надо у себя убрать но сбейс он всегда говорит но нюансы когда его надо использовать есть такой момент то есть нужно быть гордым что ты идешь по путям торы этим надо гордиться и там высшая мудрость это выше вообще что только есть в этом мире тора поэтому вот в этом случае единственное нужно гордиться идя по путям тора второе качество это 1 анвайда скромность это убрать свое эго убрать свое надутость вот это туда свой внутренний хамец убрать свою гордыню гордости и она вает а второе качество о котором он говорил мы его учили третье качество это это стыдливость стыдливость и иногда надо стыдиться чтобы не согрешить а иногда он пишет надо наоборот как обшел конорок нашу начинается с того что и не и не будет стыдиться выполнять заповеди всевышнего этого не надо стыдиться четвертое качество которое мы изучили азут азут это наоборот дерзость да в принципе дерзость надо убрать но в некоторых ситуациях когда есть какие-то нехорошие люди которые выступают против бога то тут надо включить дерзость у себя как как те вот мы учили а вы аске номер будь дерзо как номер как рысь как пантера выполняю волю бога это качество у нас было аова любовь и любовь это очень важное качество которое надо в себе развивать любовь к богу любовь к людям значит это очень важное такое качество наполнится любовью 6 качество это ненависть ненависть тоже надо ненавидит зло ненавидит злодея это тоже качество которое как знаете как приправа такая как перец в блюде в каком-то и он вначале кстати сравнивает качество человека с приготовлением еды и любая приправа если ее слишком много она портит блюдо и если ее слишком мало то блюдо невкусно поэтому каждое качество должно быть в меру и вот сена должна быть только ненавидит грех и грешников это 6 было качество 7 качество это ахами милосердие его тоже должна быть меру потому что то-то милосердие и ржаги он потом будет жестоким к долг праведникам следующее качество идет у нас жестокость значит жестокость тоже вообще-то очень плохого качества но иногда он пишет надо быть жестоким даже к себе и к своим детям а потому что иногда жестокость она помогает то есть человек который себе жестко утром говорит вставай не хватит лениться давай на урок торы то тут надо быть жестким девятое качество это семья это радость значит радость она очень классное качество что божественное присутствие если с радости но но что радость она очень близка к легком и слива легком если близка к уже каким-то другим запрещенным вещам значит это у нас была девятое качества радость 10 качество 10 качества которым он говорил в этой книге это было да 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 это беспокойство беспокойство плохого качества единственное о чем нужно беспокоиться о том чтобы не согрешить. Если ты беспокоишься о том, чтобы не согрешить, о всем остальном не надо больше беспокоиться. Одиннадцатое качество, которое мы выучили. Одиннадцатое качество это было хорота, сожаление, чувство вины. И в маленькой-маленькой дозе, что человек чувствует чувство вины за то, что грешил, не соблюдал, оно помогает ему вернуться к раскаянию. В большой дозе конечно чувство вины, оно убивает радость. Теперь, следующее у нас гнев. Тора говорит, что тот, кто гневается, он похож на, как будто бы служит идолам. И гнев очень плохого качества. Сейчас мы узнали, что у человека есть наклонность к гневу, к раздражению. То есть это то, к чему люди тянутся. У меня даже есть один клиент, коучер, где? И он говорит, что не знаешь, что делать со своей агрессией. То есть мы с тобой занимаемся по 10 шагам к счастью. И все вроде счастья, счастья. Он говорит, но мне так хочется, я всю жизнь, он такой бизнесмен, всю жизнь он всех, значит, кошмарил. И он говорит, ну мне так хочется кого-то покошмарить, кого-то, значит, проявить, кого-то агрессию. Вот что мне делать? Я понимаю, что это неправильно, нехорошо, что лучше быть счастливым. Все. Ну мне так хочется вообще. Вот прям вчера он мне договорил. То есть как раз то, что мы учили, что у человека есть склонность вот это к гневу. Так вот гнев мы учили до удел губцов. Все правильно говорит Ярослав Лебедев. И это мы учили, получается, про гнев. Это было у нас 12-е. Да, 12-е. 13-е у нас было, это был рацион, желание. Значит, рацион, в принципе, вот эти вот желания вожделения, это то, что двигает человеком по жизни, по миру. Но вот смотря куда двигает. Поэтому рацион убрать нельзя, вот это желание. Но надо его опуздать и направить его, перенаправить на Бога угодные, на правильные вещи. На святость. Это было у нас 13-е, да? 14-е у нас была зависть. Если желание направлено вожелал то, что принадлежит ближнему, то там же может возникнуть и зависть. Зависть плохого качества. Но если у меня желание быть таким же святым, как Любай Стеребель или Равзильбер, и я хочу, у меня эта зависть меня двигает к большему учебы Тора и выполнению заповедей, то тут зависть, получается, можно использовать в жизни. Как говорил царь Соломон в Экклезиасте, что он говорил так, что все даже самые хорошие дела в этом мире сделаны из зависти. То есть, если я завидую правильным людям, и меня эта зависть двигает, действует, то тогда чуть-чуть ее можно использовать. Значит, это у нас было 14-е. 15-е. Что у нас было? Зрезут. Зрезут – это расторопность. Расторопность – это умение быстро делать, да, не заквашивать заповедь, встать, сделать, пойти от заповедей к заповеди, все. Это расторопность, очень хорошее качество. Получается, это было 15-е. 16-е – это отслуд, это лень. Лень плохого качества. Оно разрушает человека, все. Что бы ни говорили там, что лень, оно хорошее, оно нехорошее. То есть, лень, оно может тебе сказать что-то, да, что если тебе лень, оно может тебе сказать, что ты не делаешь зарядку, ты не высыпаешься, у тебя нету, ты не нашел какое-то дело, которое тебя зажигает. То есть, лень, она действительно, ее единственная польза, лень, показать тебе, что, типа, у тебя проблема. Но сама по себе лень – это плохое качество, она нарушит жизнь. А это 16-е у нас было, да, 17-е. 17-е у нас – это было надевут, это щедрость. Щедрость – хорошее качество, но, опять же, в меру, потому что, если ты раздал все, что у тебя есть, ты нуждаешься. Если ты… Должна быть до 20% щедрость, да. Теперь, ну, в принципе, щедрость – хорошее качество. Теперь, следующее качество – у нас скупость была, да, скупость – это 18-е качество. Скупость – оно считается плохое, но, опять же, если человек сохраняет то, что у него есть и использует потом на хорошее, то в меру скупость тоже хороша. Все должно идти в меру. Следующее у нас было качество, которое называется запоминание, да, вот это память. Асхера, он это называет. 19-е у нас были ворота. И он пишет, что это действительно это фундамент, потому что, если у тебя нет этого качества, то ты тогда не будешь запоминать Тору, не будешь запоминать правильные вещи, не будешь запоминать новые правила, не запомнишь пути праведников, и поэтому запоминание очень хорошее. Это правильная вещь, которую нужно использовать как сито, выкидывая лишнее и запоминая правильные вещи. Об этом нужно прямо очень сильно позаботиться. Значит, это у нас было 19-е. 20-е у нас, значит, забывание. Какие-то вещи надо забыть. Забыть надо какие-то вещи, которые, в принципе, никакого смысла в жизни не несут, а наоборот, могут человеку вредить. Следующее у нас, 21-е, это молчание. Молчание, молчание, значит, очень хорошее качество молчания. Киртевок говорится, что Раби Шимон, он говорил так, «Коле мы в Сидне росли между Хакамим и не нашел для тела ничего лучше, чем молчание». Медраж, не как бы расшифровка, там, глубокое изучение, это основа, а только действие. «Коле мы в Сидне росли», значит, тот, кто умножает в словах, он приводит в грех. Поэтому вообще лучше не умножать в словах, а так вот идти уверенно. 22-е, это шекер, обман. Ну, обман, понятно, это нехорошее качество, обманывать нельзя. Есть нюансы, иногда ради, есть, возникает вопрос, что если человек обманывает ради хорошей цели, то тогда обман, может быть, он присоединяется к цели, к результату его обмана. Человек, как Яков, например, да, когда он, получается, вроде он обманул отца и вскакал, но в итоге-то это он сделал для того, чтобы выполнить приказ мамы, например, которая ему сказала, ты обязан так сделать. То есть тут есть нюансы, да, шекер, но в основном это обман, это плохое качество. Следующее, это у нас, получается, 23-е, это эмет, истина. Правда, истина, значит, это хорошее качество. Правда, истина. 24-е, это ханифуд. Ханифуд, это лесть. Лесть, это плохое качество, но комплименты жене, это хорошее качество, например, если это не... Вот чем отличается лесть. Лесть, это, опять же, для манипуляции, для обмана, а комплименты это для добра, чтобы человеку приятное сделать и так далее. И вот мы дошли уже до того, что есть два вида преступлений. Есть два вида преступлений, пишет автор. Преступления, это отношения между человеком и Богом, и отношения между человеком и человеком. Теперь очень интересно, что скрижали 10 заповедей, они были именно так распределены. Пять заповедей, это было между человеком и Богом, и пять заповедей между человеком и человеком. То есть пять из десяти заповедей между человеком и Богом, это было я, Господь Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской. Не будет у тебя других богов, кроме меня. Третье, это непроизноси имя Бога в пустую, в сует. Четвертое, это соблюдай шаббат. И пятое, это почитай папу и маму. И очень интересно, что почитай папу и маму, относится к заповедям между человеком и Богом. Представляете? Вот это интересно, что Давид, он как раз написал четвертое шаббат, правильно. А пятое, это почитай папу и маму. И можно было бы подумать, что почитай папу и маму, это между человеком и человеком. Но оно написано на тех скрижалях, где между человеком и Богом. И здесь, мне кажется, объяснение такое, что есть в Талмуде трактакт Кедушин, есть там такое высказывание, да, очень интересное, что трое участвовали в создании человека. Папа, мама и Бог. То есть они компаньоны. Три компаньона, есть три партнера, есть в создании человека. Папа, мама дают тело, а Бог дает душу. Если человеку почитает папу и маму, тогда Бог присутствует в его жизни, а не почитает, Бог отсутствует в его жизни. Это очень такая вот интересная штука, насколько Бог себя как бы приравнял, там еще тоже разбирается, что Бог приравнял почитание к себе, к почитанию папы и мамы. То есть там очень это разбирается, этот вопрос. Дальше идут пять между человеком и человеком. Между человеком и человеком первое не убей. То есть Бог сказал, что если убьет человек другого человека, то даже, то даже, даже говорит Бог, от джентльника моего заберите его. Ну, заповедь, вот пишет Дамир, всех предков, мы должны всех предков почитать, но как бы на скрижанах было написано, почитай папу и маму. Там написано папу и маму, а не написано весь род. Теперь дальше написано, не убивай, не кради. Имеется в виду, не кради человека, чтобы его продать. Раньше это было очень принято, взять украсть человека и в рабство его продать. То есть это была очень страшная вещь такая. Потом было там написано, не прелюбодействуй. Вот тут вот с этим вот, не прелюбодействуй, там есть очень много вопросов по этому, да, людей это очень волнует, потому что прелюбодействие как раз хочется. Это то, что ецерарас, вот начало инстинктивное, начало животное, начало, оно человека двигает туда, да, прелюбодействие. То есть, это Всевышний сделал, что самое большое удовольствие в этом мире материальном, он привязал к вот этому вот размножению и к поеданию еды. То есть, это два самых таких простых, понятных способа получать удовольствие от этого мира. Потом люди придумали наркотики и, ну это уже как бы изобретение человека, да, вот эти вот все там морфии и так далее. Прелюбодействовать. То есть, размножение и еда, это прям прошито в системе человека, что это самое большое удовольствие. Теперь, четвертое, не лжесвидетельствуй в суде на кого-то. И пятое, это не возжелай того, что принадлежит ближнему твоему. Жены ближнего, дом ближнего и так далее. То есть, это единственная заповедь, запрет истории, который можно нарушить в мыслях, потому что возжелай это в мыслях, да. Все остальное это действие. Тут он пишет, бывают два вида преступлений. Первый касается лишь самого человека и Всевышнего. Например, тфилин, цицид, сука, ну и так далее. То есть, это такие, как ритуальные, можно сказать, заповеди, которые соединяют человека со Всевышним. И второй вид касается отношений между людьми. Тому, кто преступит, касающийся его самого и Всевышнего, следует раскаяться таким образом, чтобы произошло нечто противоположное преступлению. Например, если ты не исполнил позитивную заповедь, асэ, асэ, это делай, постарайся исполнить. Если не оказывал добра людям, старайся со временем раскаяться и далее оказывать добро. А если приступил запрет, реши не приступать отныне и навсегда. Кратко говоря, желающий полностью раскаяться должен вести в сердце свою великую борьбу, а не так, как люди иногда думают, что раскаяться следует лишь тому, кто совершил определенные преступления. Например, женился на нееврейке, или прелюбодействовал, или украл, или подобное совершил. Это не так, потому что есть грабители, которые даже не подозревают, ну и так далее. Человек может совершать преступления незаметно для себя множество раз каждый день и каждый час. Например, он может невнимательно молиться, он может... Ну, множество есть разных нюансов, да, такие. И он говорит, чтобы все нюансы знать и понимать, нужно изучать вот эту книгу, книгу о человеческих достоинствах. И он тогда поймет, в чем ошибался все свои дни и станет размышлять над тем, что прочтет. А также пусть постоянно изучает книгу заповедей. Есть в Толе 613 заповедей, в которых 365 запретов и 248 повелений. В наше время актуальные 77 повелений и там 177 запретов из-за того, что нет храма, и какие-то заповеди, они включаются только в присутствие храма. И это заповеди обычно между человеком и Богом. Получается, видите, интересно, что если сейчас храма нет, то все те заповеди, которые связаны с храмом, это между человеком и Богом. Поэтому получается, что большая часть заповеди в Толе, это взаимоотношения между человеком и Богом, и меньшая часть между человеком и человеком. Но так как мысль, взаимоотношения между человеком и Богом легко исправить. Вот смотрите, вот у человека было, он где-то нарушал, да, вот у него вот такая вот жизнь была. Вот ни разу не одевал там твеник, например, или цитит. Теперь если он раскаялся, он перегибает в другую сторону, оп, и тут же у него все нормально. А вот между человеком и человеком это очень трудно исправить и очень трудно раскаяться. Но представляете, как Всевышний сделал эту систему так, что пока человек тебе не простит, то есть Бог сказал нам друг к другу тоже очень хорошо относиться. И правильно, если человек нарушает волю Бога через неправильное взаимодействие с ближними, да, с людьми, то тогда Бог его наказывает. Представляете, я вчера читал, сейчас недельная глава называется «Эков Тишмун», то есть из-за того, что мы, вследствие того, что вы будете слушать и соблюдать заповеди. И там пишет Шимшат Рафаэль Гирш, такой был раввин великим в Германии, он пишет так, что этот весь мир, он состоит, это как бы сплетение вот этих вот всех заповедей. То есть на каждый момент времени влияет очень много разных заповедей. Теперь выполнение заповедей, за него награда не положено, потому что человек должен выполнять заповеди. Бог ему дал мир и приказал, хозяин мира приказал выполнять заповеди. Теперь, если человек не выполняет заповеди, то это проблема. Если он выполняет заповеди, то ему за это награда не положено. Это очень, ну, необычное мнение, я раньше так не думал. Ну, я сейчас так не думаю. Но Рафаэль Гирш, он говорит, ну, смотрите, как красиво. Он говорит, вот здесь система, да. Если ты действуешь по системе, тебе приказали соблюдать правила дорожного движения. Где написано в правилах дорожного движения, что тот, кто их выполняет, ему будет награда? Ну, где? Вы дайте мне премию какую-то. Если я выполняю, есть автомобилист, он выполняет правила дорожного движения. Никакой его награды нет. Теперь, если он нарушает правила дорожного движения, ему штраф идет. Это справедливо или несправедливо? Вроде нелогично выглядит, да. То есть, если я соблюдаю правила движения дорожного, то мне за это не платят. А если я не соблюдаю, то меня за это штрафуют. Где справедливость? А справедливость в том заключается, что если я соблюдаю правила дорожного движения, то как награда за это, я буду ездить безопасно. И если я не нарушаю правила дорожного движения, езжу безопасно, то страховая компания, она снижает мне страховой платеж. Почему? Они уверены, что со мной будет все хорошо. А если я нарушаю правила дорожного движения, то помимо штрафа, который у меня есть, идет сообщение в страховую компанию. Они поднимают страховую выплату, потому что они говорят, вот этот человек, он точно доездится, да, у него будут какие-то проблемы. Значит, пускай лучше платят, больше страховой взнос. Также Рапшим Шадрабель Ирш объяснил насчет заповеди. Он говорит, награды за них не положено в этом мире, да. Но тот, кто их соблюдает, у него награда будет, потому что у него жизнь... То есть так Всевышний сделал, что тот, кто живет по заповедям, у него все будет хорошо. Такая вот у него была глубокая мысль. А награда за заповеди, то, что говорится, есть награда за заповеди, то тогда есть награда за заповеди, но она идет, и это вечная жизнь. То есть это вечная жизнь, так как заповеди это духовная, и весь этот мир для духовного мира, то тот, кто соблюдает заповеди, у него будет награда. Теперь кто-то, опять же, мы же все теоретики в правилах дорожного движения. И кто-то говорит, ну, а вот он соблюдал заповедь, а его сбили. А я так же, как теоретик, скажу, нет, если его сбили, значит, он где-то нарушил. Просто мы не знаем же, где он нарушил, но он точно где-то нарушил. Понимаете, люди, когда рассуждают о чем-то, вот, а он никогда не грешил, а у него неприятности. А ты откуда знаешь, что он никогда не грешил? Ты Бог. Может быть, он в сердце грешил, надеюсь, известная там вторая история, что был один мудрец, который стоял и смотрел, значит, как папа сказал мальчику, залез на дерево и взять там, отогнать птицу, взять яйца. И это две заповеди, в которые в Торе прямо написано, что тот, кто почитает папу и маму, продлятся дни его на земле, которую Бог обещал отца вашим. И тут этот мальчик выполняет заповеди, за которые прямо написано, эта заповедь продлевает жизнь. И он тут же падает с дерева, и она смерть разбивается. И один, который на это стоял, смотрел, он тут же становится, он говорит, все, я теперь понимаю, что Тора неправда, и тут же перестает соблюдать, и дальше про него рассказывается. Он в шаббат с проституткой, значит, там, нарушал шаббат и все такое. Теперь, но в это же самое время, эту же историю читали миллионы людей, эту же самую историю видели еще там десятки людей, и они почему-то не стали, не отказались от Бога, от заповеди и так далее. Почему? Есть еще другая вещь, что, например, заедало поклонство, есть смертная казнь. Теперь, мы же не знаем, что этот мальчик до этого делал. Может быть, он до того, как он полез на дерево. Может, до этого он там куклу Вуду, значит, иголками пихал. И, может быть, до этого он там убил какую-то девочку и съел ее печень. Мы же не знаем этого. То есть, мы видим только кусочек реальности. Поэтому, может быть, действительно, он, выполняя заповеди, которые продлевают жизнь ему, папа сказал. А может, он папу боялся просто. А птицу он отогнал. Да, это заповедь. Но вот этой заповеди не хватило, чтобы перекрыть его предыдущие. А может, этот мальчик, другой вариант. Может быть, этот мальчик, у него был срок, вот он пришел в этот мир на 12 лет. На 12 лет, и у него его душа, которая до этого, она, значит, где-то там что-то не доделала. И нужно было на 12 лет ему в этом мире оказаться. И закончились 12 лет. Теперь, ну, тот, который оставил заповеди, он куда пошел? Он же не пошел в Академию наук, да? Он пошел к проститутке. То есть, он и до этого хотел. Теперь он искал какую-то отговорку для себя, для того, чтобы найти отговорку, чтобы слинять, да, с урока, образно. А другие, они наоборот, они смотрели, то есть, они хотели идти ко Всевышнему. И что бы ни происходило, то есть, мы живем в мире интерпретаций, а не в мире реальных фактов. Человек не знает, как сказал царь Соломон, что никому, ни одного человеку Бог не дал весь мир в целом понятия осознать. Вот начало до конца. Каждый живет в маленьком своем, в маленьком своем таком вот мирочке, который сам себе строит своим восприятием. Понятно, да? Вот пророк Ильяу жрецов этих зарезал 400 человек. Ильяу Анавида, пророк Ильяу 400 жрецов Баала покромсал на кусочки, да? Молодец. То есть, раз Всевышний сказал ему молодец, значит, он молодец. Пророк Ильяу знал, что делать. Но это не значит, что лично тот, кто это прочитал, тоже должен идти к кромсайт. Почему? Потому что у нас есть Тора, у нас есть раввины, которые знают Тору, у нас можно пойти посоветоваться. И вам все скажут, не надо кромсать жрецом Баала, не надо. Они сами себя сейчас покромсают. Хорошо, дорогие друзья, все, всем удачи и успехов, чтобы заслугу того, что мы тянемся ко Всевышнему, чтобы мы напитывались вот этой духовной силой, чтобы Всевышний нам дал разум, дал нам силу, дал нам все хорошие качества в нужных мерах, для того, чтобы мы могли удостоиться, выполнять его волю в этом мире, и дал нам для этого здоровье, богатство, благополучие, чтобы был шалом у всех, кто ходит на родевая икра, у всех, кто поддерживает родевая икра, у всех, кто вообще хорошие, добрые люди, чтобы всем было благословение в этом мире. Все, удачи, успехов, с Божьей помощью встречаемся завтра в 10.00. До завтра. Спасибо. Все, книга называется «Пути книга чрезвычных достоинств или пути праведников».